Рассекречивать новое, шестое по счету поколение компактного хэтчбека Corsa, компания Opel решила с электрической версией Corsa-E. Наименование получилось двусмысленное, ведь модели Opel традиционно обозначаются буквами, и нынешнему поколению Corsa присвоена литера F. А Corsa с большой буквой I называлась уходящая пятая генерация. Но если представленная пять лет назад модель по сути была продуктом глубокой модернизации еще более старой Corsa образца 2006 года, основанной на платформе GM Fiat, то новая машина по сути технический клон хэтчбека Peugeot 208. Малыши построены на французской тележке CMP концерна PSA, и вся агрегатная база Opel досталась уже готовой. Собственный, разве что дизайн. По сравнению с предшественницей, габариты не слишком изменились. Интерьер, конечно, радикально новый. Французские уши торчат в виде селектротрансмиссии, 7- или 10-дюймового центрального экрана и цифровой приборной панели, которая включена уже в базовую комплектацию. Силовая установка точь-в-точь как у аналогичного электропежо. Только запас хода почему-то оказался на 10 километров меньше, хотя емкость расположенных под полом батарей точно такая же – 50 кВт-часов. В ближайшие недели Opel рассекретят и остальные модификации Corsa. По аналогии с Peugeot мы ожидаем три варианта трехцилиндрового бензинового турбомотора 1.2 Putec и полуторалитровый четырехцилиндровый турбодизель Blue HDI. Прежняя Corsa до России не доехала, хотя компания готовила даже локальную сборку, и даже после сокращения бизнеса GM некоторое время поставлял машинокомплекты в Белоруссию. Появится ли у нас новая Corsa – пока неизвестно. Осенью Opel возобновит продажи в России, и в силу скудости модельного ряда шансы вывода новинки на рынок есть. Субтитры создавал DimaTorzok